Всем привет! Это Кинолента, рубрика о кино и про кино. Выходит при поддержке паблика персонажей Сыктывкара. И сегодня у нас обзор нашумевшей премьеры 14-го фильма вселенной Марвел под названием Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж это очередной шедевр от талантливого Скотта Дерриксона. Я честно очень восхищаюсь этим режиссером. У него фильмов всего-то около 13 или 15, но это все прокатные блокбастеры. Синистр, Синистр 2, Шесть демонов Эмилии Роуз, Избави нас от лукавого и так далее. В данном случае Доктор Стрэндж не просто не подкачал, он оправдал все ожидания. Актёрский состав. Это первый просмотренный мною фильм, где главную роль сыграл британский актёр Бенедикт Кэмбербэтч. Честно, я не смотрел у него Шерлок и вообще какие-то другие картины. В роль он вошёл просто отлично, как будто для него и писалась эта роль. Хотя в источниках указано, что главную роль хотел играть Вига Мортенес, знакомый нам по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец». Ещё один момент. Очень порадовал несравненный мастер боевых искусств и просто хороший актёр Скотт Эткинс. Хотя роль у него на минут 10, но всё равно очень круто. Сюжет. Сюжеты фильмов от Марвел особо никогда не отличались хитростью, какой-то завуалированностью и таинственностью. Опытный нейрохирург Доктор Стрэндж попадает в аварию и фактически теряет работу, в которую смысл его жизни. Он отправляется в Камартадж. Это что-то типа монастыря, где разного рода кудесники обучивают его разным премудростям. Ну, а дальше лучше смотрите сами. Съёмки, костюмы, декорации. Основная часть съёмок проходила в Катманду, Непал. Другая часть съёмок проходила в Великобритании и Нью-Йорке. Очень понравился дизайн костюма Доктора Стрэнджа, учитывая, что до сего фильма я понятия не имел, кто это такой и что в его вселенной вообще происходит. У остальных костюмы очень похожи на костюмы ниндзя из фильма Мортал Комбат. Впечатлили, конечно же, декорации. Создатели фильма проявили очень хорошее внимание к мелким деталям интерьеров. Благодаря им многие дизайн комнаты и помещения выглядят живо и очень атмосферно. Музыка. Саундтрек довольно неплохой, кстати, местами даже очень забавный. Спецэффекты. Спецэффекты. Наконец-то мы подобрались к самому интересному. Спецэффекты. Работа была проделана, видать, просто колоссальная, просто громадная. Начиная от мест съёмок и пошивов костюмов, заканчивая визуальными спецэффектами. В фильмах про магию мне всегда было интересно, как тот или иной режиссёр покажет эту магию как визуальную картинку. У Скотта Дерриксона это получилось больше, чем здорово. Другой очень большой плюс в спецэффектах это искажение пространства, как в фильме «Начало» с Лёнькой Ди Каприо, если кто смотрел. В фильме довольно хорошо сделана работа в плане постановки Драк с уклоном в восточные единоборства. Ещё один момент хочется добавить в фильме – очень профессионально использован свет и освещение. Тёмные сцены сняты просто отлично, всё ясно видно и не нужно присматриваться или прищуриваться. Как знаете, бывает заключительная битва или просто драка во мраке и непонятно, что там происходит, кто на ком елозит. Но не суть. Ещё вот такой момент. Мне кажется, если бы фильм «Доктор Стрэндж» снимали в России, какой-нибудь Бондарчук или Михалков, то на роль Стрэнджа взяли бы Киркорова. Вот Филя бы, мне кажется, рванул волоса на жопе всей деревни. И плевали бы все на пафосы и понты. А вот на роль Кицилия взяли бы не Мэтца Миккельсона, а, наверное, какой-нибудь там Александра Малинина. Они так похожи. Малинина-то помните вот эти? Напрасные слова. Ну, не суть. Итог. Фильм «Доктор Стрэндж» – это кино, на которое нужно идти непременно. Если у вас есть дети, фанаты комиксов Марвел, берите их с собой. Они будут под большим впечатлением. В фильме крови-то толком нет. Картина держит с самого начала и до самого конца. Кстати, еще совет. Если получится, дождитесь конца титров. Говорят, что в фильме скрытая концовка после титров. Если сравнивать какие-то моменты фильма «Доктор Стрэндж» и с другими фильмами, то это сплав. Начало, Матрицы, ну и каких-нибудь картин азиатского пошива про восточные единоборства. Кино, кстати, местами очень юморное. Хихикали всем залом. Фильм в широком прокате с 31 октября. Хотя Аймакс показывал с 28 октября. Хронометраж фильма 1 час 50 минут. Фильм не нудный, не надоедливый. Он не тянется. Как бывает вот в некоторых фильмах, например, «Те же Мстители» первые. Мне вот почему-то показались такими уж очень затянутыми. По поводу «Доктора Стрэнджа» я бы, честно, еще раз не прочь бы сходить. Фильм снят в формате 3D, а думаю, в Аймакс он выглядит еще эпичнее. Всем спасибо и приятного просмотра. Субтитры подогнал «Симон»!